Друзья, всем привет! Вы с психологом-нутрициологом Аленой. Сегодня мы говорим с вами о таком заболевании, как остеоартроз, и как это связано и с психосоматикой, и как вы можете помогать себе с точки зрения нутрициологии, нутрицептиков. Вы знаете, что я человек, который комплексно работает, и всегда рассматриваю систему как некую интегративную штуку. И поэтому сегодня наша тема не только касается вашего психологического состояния, но также она касается всей системы целиком. Если вы понимаете, что ваш остеоартроз связан с эмоциональными перегрузками, а часто он связан со стрессом, часто он связан с физическим утомлением, эмоциональным утомлением, любым переутомлением, начинается вот эта история. Также мы не будем с вами юлить, и мы все знаем, что часто остеоартроз хватает при определенных продуктовых субнаборах, которые влияют на состояние ваших костей. Также очень сильно на все состояние целиком влияет ваша настройка. Настройка в жизни, куда и что, зачем, для чего, почему вы создаете, как вам с этим справиться, и почему вам лучше, например, заняться тем, что вы хотите, чем тратить жизнь на определенные неустойки и работать против себя. Очень важно понимать, как устроен ваш мозг и ваша психика, как она реагирует на события и вызывает серьезные симптомы болезни. Первое и самое важное, важный симптом болезни – это работа с синдромом, комплексом «я все должен успевать» либо «я все должен делать». Обычно люди с остеоартрозом именно в голове такими и являются, но не всегда на деле. Другой момент – остеоартроз часто связан действительно с дефицитом определенных питательных веществ. И сегодня в прямом эфире я вам назову, как вы можете себе помогать, уже начинать помогать, закрывая некие базовые дефициты. И мы с вами будем говорить о первопричинах и о самопомощи. Первопричина номер раз – это эмоциональное перегорание. Физическое либо действительно оно может быть не только физическим, оно может быть вызвано другой загрузкой, и все это очень сильно влияет на вашу систему. Далее остеоартроз вызывается тогда, когда в системе очень долго находится хроническое воспаление. Хроническое воспаление, которое приводит в систему к дистрессу, и это приводит к дальнейшему ухудшению в работе вашего организма. Поэтому хроническому воспалению сразу скажем «нет, прощай и до свидания». И работаем с хроническим воспалением. Если у вас есть хроническое воспаление, связанное с дефицитами, связанное с неправильной работой органов, если оно связано с низкой кислотностью желудка, бывает депрессией, бывает тревогой, то уже круг замыкается. И тогда начинает действительно включаться защитный механизм осьеартроза. Но это все можно корректировать. Изначально нужно определить свою выработку. Где вы страдаете, почему вы страдаете, и где вас слишком, друзья, много. Где много, а где не хватает, где мало. И иногда этого мало, совершенно очень мало. И для того, чтобы распределять свое время, делегировать свои некие установки, нужно изначально вести определенный тайм-менеджмент в отношении себя и в отношении потенциально возможных своих возможностей. И тогда ваша система будет более разгружена, и вы сможете не только получать удовольствие, но и действительно работать со всей системой целиком. Также вам важно устранять дефициты, которые я назвала. Это дефицит магния, дефицит фосфора, витамина D. Иногда это комплекс, который снимает проявления. Это комплекс E, комплекс C витамина. Это все, что поддерживает и помогает вам справляться с симптомами вашего состояния невроза, дисбактериоза и того, что приводит в итоге к остеоартрозу. Поэтому, друзья, как только вы чувствуете, что в данный момент происходят какие-то изменения в вашем теле, которые не можете вы контролировать, тогда вам необходимо помогать себе даже зевнула. Вам необходимо помогать себе всей структуре, всей структуре тела, всей структуре психики. Полюбить изначально свое тело, где много движения, где много работы с симптомокомплексом, где реализуются планы и мечты, но там нет никаких проблем с остеоартрозом. Но если это заболевание уже достаточно долго у вас, и оно, например, спровоцировано, вы не знаете чем, гормональными нарушениями, еще какими-то, вам важно поддерживать его в должном состоянии. И это состояние называется адекватная физическая нагрузка, комплекс поливитаминов, комплекс минералов, работа по преодолению улучшению симптомов и выход из такого длительного амебного стресса. С вами, как всегда, Алена, ваш психолог. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Встречаемся с вами в прямом эфире и работаем.